Вообще отлично. Привет. Меня зовут Валентин. Можете найти меня вот так вот на GitHub, в Telegram, в Twitter, в общем, много где. Я вам расскажу про XSS, уязвимость, которую мы заслужили. Согласно определению AWASP, XSS это атака, тип инъекций, при которой вредоносный код внедряется, бла-бла-бла много слов. Давайте я лучше покажу. Чтобы показать вам, я в целях демонстрации написал интернет-магазин. Такой, знаете, типа AliExpress или Amazon. В общем, ничем не отличается. А давайте немного по нему пробежимся, что здесь есть. Всем хорошо видно, да, что здесь происходит. На нашем интернет-магазине есть шапка, которая говорит, что это лучший интернет-магазин в мире. Можно залогиниться. Есть ссылка на домашнюю страничку, все работает. Поиск по товарам. Видите, это один товар. Если написать билиберду, нет никаких товаров по билиберде. Список товаров. Если зайти в товар, можно увидеть ревьюхи, отзывы. Вот кому-то нравится. Можно дать свой. Типа, я Валентин. Это дополнение. Мне не нравится. Сабмит появился, работает. Отлично. Я отличный программист. Самый лучший. Давайте попробуем что-нибудь более интересное. Например, вдруг у сайта есть админка. Админки нет. Однако, если мы залогинимся под администратором. Самый сложный пароль в мире. Видите, да. Welcome root. И зайдем в админку. Мы заходим в админку. В админке у нас список пользователей. И смотрите, смотрите, кредиточки наших клиентов. Супер защищенная информация. Никому нельзя показывать. Так. Немного прогоню по технологическому стеку. Я написал интернет-магазин с помощью языка Python. Всем видно, да? Хорошо, отлично. Кто-нибудь здесь есть, кто никогда не слышал про Python, не видел Python ни разу в глаза? Ага, вообще великолепно. В общем, интернет-магазин состоит из чуть более чем 100 строк кода на Python. Из них наверху у нас, видите, наша базовая база данных. Она немножко проще, чем Postgres, но в принципе тоже довольно мощная. Вот список пользователей, список кредитов, список товаров, список комментариев. И парочку так называемых endpoints, то есть ссылок, на которые можно переходить. Ссылка на каталог, ничего сложного в общем. Ссылка на детализацию продукта, логин, логаут. Не слишком быстро? Хорошо, хорошо. И ссылка на админку. Собственно, админка проверяет наличие сессии. Если в сессии есть пользователи, то она его либо пускает, либо не пускает. Сессия – это простая кука, которая оставляется в сайт, и по ней можно посмотреть. Также проект запилен на шаблонизаторе Jinja. То есть это вот такой суперсет HTML. Кто знает, что такое Django, твик, PHP-шный. В общем, так называемые шаблонизаторы, с помощью которых на сервере можно в них пробрасывать код, они там генерируют HTML, и уже все это сгенерировано, отправляется на клиент. Сразу скажу, что это не какие-то там устаревшие технологии. Вот прямо сейчас последняя версия Flask, там фреймворка на питоне, последняя версия Jinja, все это в продакшене на миллионе сайтов. Это все супер защищенное, супер протестированное. Но суть не в этом. Суть в том, что баги, они не в программах, да? Хотя и в программах. Баги, они, как правило, в людях. Я был бы не я, если бы я не написал тесты на это приложение. На этот интернет-магазин сейчас есть ровно один тест, который написан с помощью Selenium. Кто не знает, что такое Selenium? Хорошо. Selenium – это тулза, которая позволяет автоматизировать действия в браузере. То есть магическим образом запускается браузер, там тыкаются кнопочки, можно проверить на выходе. Давайте я наглядно покажу, как это работает. Так, что у нас там? Импорт тайм. И после каждого вхождения я буду его тормозить, потому что, значит, будет слишком быстро. На 5 секунд, думаю, достаточно. Так, печатные скиллы. Что у нас так? Ага. Ага. Думаю, пойдет. Что делает тест? Тест вбивает в строку поиска, проверяет, что отфильтровались товары и все. Так, надо запускать. Да. Скрестим пальчики. Вот запускается браузер. Смотрите, сейчас через 5 секунд вобьется что-то в строку поиска. Впилось. Потом нажмется кнопочка. Видите, товарчика осталось 2. И, собственно, там все. В консольке мы видим, что вот, видите, тест типа завершился успехом. Собственно, вот она суть тестирования. Давайте я все это уберу. Так вот, да. Ага. Ну, если это в реальном запускается времени, то это все довольно быстро. То есть я, может, даже не успею. Бам-бам-бам. Все, тест зашел. Собственно, вот автоматизация браузера. Так многие люди пишут тесты. Теперь, когда все это прогналось, можно переходить, собственно, к уязвимости. Так, что такое xss? xss-то, когда мы можем заставить браузер у любого человека выполнить то, что он выполнять не должен был. Например, вбиваем в строку поиска не просто какую-то билиберду, а прям javascript. Script, там, не знаю, alert, xss. Закрываем. Управляем. Пожалуйста, мы выполнили xss. Теперь, к сожалению, плохо видно. Видите, да, вот я выделил строку в браузере. Тут, собственно, как там лучше? Наверное, вот так вот. В общем, вот такая вот билиберда написана. А-а-а. Вот такая билиберда написана. Если мы вот эту ссылку отправим кому-нибудь другому, где-нибудь в чатике или, не знаю, на форуме, в твиттере, он по ней зайдет, у него тоже откроется это окошко и выскочит там xss. Казалось бы, да, кто будет такую ссылку открывать, ведь в ней же ясно написано, что что-то с ней не так. Но, тем не менее, можно использовать сервисы, которые укорачивают урлы, делают их красивее, отправляем их в интернет, и куча народу заходит и видит то, что видеть не должны. Давайте что-нибудь сделаем поинтереснее. Например, сейчас у нас в моде политическая пропаганда. Хакеры, которые работают на политиков, они любят делать так, document, find, element, classes, name. Хоть бы сработало. Сейчас я скопирую на всякий случай, но ничего не получится. Ах, ничего не получилось. Где-то я накосячил. Закрыл. Сейчас еще раз посмотрю. Элемент, класс. И нирк, тмл. Да, наверное, бак. Сейчас. Да, 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 я выполню в консоли. В общем, примера, что должно было произойти. А, я пишу население, у меня не на JavaScript. Я в режиме питона. Это примера должно было выглядеть так. Бах. Видите, мы изменили шапку нашей страницы. Да, вроде как бы ничего такого вредного. Мы ничего не украли. Мы на самом деле ничего не взломали. Просто вот в рантайме, в браузере клиента что-то выполнилось. Но такие вещи можно использовать в каких-то своих целях. Вот, например, хакер джестер. Он опубликовал такой твит. В 2016 году здесь написано. Из России с любовью. И ссылочка. Видите, да, такая красивая бит.ly. Переходим по ссылке. По ссылке видим старый сайт Министерства иностранных дел вот с такой вот штукой. Тут примерно написано следующее. Товарищи, короче, вы все тут мудаки, потому что повышаете градус атмосферы напряженности в мире. Типа я джестер, я опрублю. До свидания. И крупные СМИ, CNN, BBC об этом раструбили, что хакер взломал правительственный сайт в России. Обращаются к представителям МИДа. А, вас взломали, что случилось? А МИД такой открывает сайт, а там вроде как ничего не взломано. И приходится оправдываться за что-то, за непонятно что. Потом, когда выяснилось, что это такая вот типа невинная шалость, то, конечно, да, что мы видим. Нарушена репутация авторитетных СМИ, нарушена репутация МИДа, потому что там все-таки уязвимость есть. Никому от этого нехорошо. И единственное, кто получил с этого профита, это, собственно, сам хакер, который всех обманул. Вот. Давайте я вам покажу что-нибудь пострашнее, чем политическая пропаганда. Самое страшное, что можно сделать с помощью XSS, это угнать чьи-то аутентификационные данные. Многие сайты используют куки для того, чтобы узнать, ты это или не ты. И они их хранят. Собственно, если мы залогинили под рутом, да, сейчас можно показать. Самый лучший способ провести XSS, это сохранить ее где-нибудь на сайте. Для этого идеально подходят отзывы, комментарии там на форумах и так далее. Допустим, мы хакер, и мы оставляем вот такое сообщение. Хоть бы сработало. Что мы делаем? Windows.location Location равно HTTP 127.0.0. Это другой домен, видите, да? Плюс Примерно вот так это должно выглядеть. Скопирую на всякий случай. Ну и тут можно что-нибудь ставить из разряда, типа этот продукт не очень хороший. Submit. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сорян. Сейчас все будет. Зато я знаю, что случилось. Ага, отлично. Что сделал? Я отправил сейчас отзыв о продукте и туда внедрил суперскрипт, который при заходе на страницу редиректит того, кто заходил на наш сайт, со страницей, которая типа как бы выглядит как страница с ошибкой нашего приложения. И такой администратор заходит помодерировать отзывы, открывает, его пересылает на страницу с ошибкой, он такой, что за фигня? И пошел писать тикет. Программистому там сломалась страница такого-то товара. И уходит. Он наверняка не заметит, что вот тут вот что-то, не тот другой домен, какая-то каша билиберда. Потому что вы видели хоть раз ссылки на товар на Алиэкспрессе или на Амазоне? Потому что какая-нибудь здоровенная, нечитаемая каша, на которую никто в жизни не смотрит. В это время злобный хакер смотрит свой файлик куки и видит, что оба, тут что-то у нас есть. Хакер украл куки. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Это обычный такой endpoint, тоже фласковское приложение, которое пишет то, что пришло в get-параметры файлик и возвращает HTML, которая выглядит, например, как страница с ошибкой сайта, которую мы атакуем. Так, что у нас там? Файлик с кукой. Что делает хакер? Он копирует эту куку, идет в свой браузер. Давайте откроем другой браузер для эксперимента. Заходит на сайт, который мы атакуем. Открывает консоль разработчика. Тут дополнение уже есть, я уже тренировался. Устанавливает себе эту куку. По-моему, все должно вот так работать. Ага. Все. То есть документ.куки. Это такой API в JavaScript, который позволяет найти себе куку. Обновляет страничку. Welcome root. Вот, пожалуйста, мы угнали админа. Потом хакер заходит в админку и ворует кредитные карточки наших клиентов. Вот я вам сейчас показал, как проходит типовой громкий взлом. Во всем виноваты люди. Вот так вот. Что с этим делать? Какие-то образы об этом, во-первых, узнать. А вы все равно узнаете, скорее всего, потому что база данных ваших пользователей оказалась на черном рынке. И к вам пришли журналисты с вопросами неудобными. Но в любом случае, вы узнали об уязимости. Как надо ее фиксить? Нельзя просто взять и пофиксить уязимость, потому что тогда вы что-нибудь поправите, она опять придет. Нужно обязательно написать регрессионный тест. Давайте я вам покажу пример такого теста. Такие тесты должны быть суперинтеграционными, а именно с помощью того же самого Selenium. Я ничего печатать не буду, потому что… Потому что вы видели, как я круто печатаю вживую. Я сделаю так. У меня все есть. Checkout. Ага. Вот так вот. Мне нужен вот этот вот commit. Краткий экскурс по работе с Git. А? А? Круто? Что это такое? Давай так. Компьютеры. Все? Нормально? Ага, есть. Давайте все закроем. Нет. Есть. Напишем вот такой примерный тест. Что он делает? Давайте пробежимся. Он заходит на страницу каталога. Он вбивает в input вот такой вот скрипт. Типа скрипт alert. И он проверяет, что alert не появился. То есть если alert не появился, то все нормально. Основная особенность таких тестов в том, надо убедиться, что ты воспроизводишь ошибку безопасности. Так, давайте этот тест пропущу, чтобы он нам не мешал. Я использую фреймворк, который называется PyTest для питона. Он очень крутой. И что у нас там? Давайте запустим. Все будет очень быстро. Успели увидеть alert? Кто-нибудь не увидел? Какие-то таймеры. Давайте еще раз. А, да, хорошо. Да, проектор не успевает. Вот тут вот где-нибудь. Платим две секунды. Вот, alert появился. Все, сайт закрылся. Видите, да, что тест упал? Вот, failed, типа did not race. Мы ожидали timeout exception, который селением выкидывает, если нет нужной штуки на сайте. Ну и теперь можем баг пофиксить. Теперь, собственно, пофиксим баг. Не важно как. Тут в целях демонстрации я напишу просто некую escape функцию, в которую мы передаем текст, и которая возвращает текст без, собственно, скрипта. replace script заменяется на ничто. Теперь, по идее, если мы запустим тест, он должен выполниться. Один skip. Ой, таймеры там оставил. А, failed. Да, потому что я, как всегда, при тренировках забываю это дело применять. Вот у нас поиск возвращается, и надо его escape. Опять я забыл таймеры. Появляем. Никакого не возникло. Алерта. Сейчас скрипт пройдет. Отлично, отлично, отлично. Ага. Вот, собственно, мы подчинили нашу безопасность, написали тест, и больше мы вот именно в этом же input поле, именно с такой же уязвимостью, мы больше никогда не выхватим. А если выхватим, мы тут же об этом узнаем. Давайте покажу еще один тип уязвимости. Ну, теперь если мы проверим что-нибудь, там, не знаю, хакер попытается отставить что-нибудь такое вот вредоносное, потому что надо escape здесь. Вот здесь у нас отзывы, мы должны их обезопасить. Вот так вот. Ну-ка. Вот, видите, alert появился, скриптов нет. Ну, типа все, уязвимости больше нет. Давайте покажу что-нибудь еще интересное, парочку. Так, сколько там мне еще осталось? Есть время, да? Отлично. Браузер – это офигенные такие инструменты, которые позволяют выполнить JavaScript абсолютно из любой дыры, просто какой только можно. И давайте я вам покажу пример так называемых JavaScript функций. JavaScript ссылок. Это когда есть тег HTML-ный A. Туда можно пробросить ссылку на другой сайт. Но эта ссылка может начинаться со слова JavaScript, и тогда при клике выполняется JavaScript. Кто застал жжешечку конца нулевых? Life Journal. Это, в общем, такой самый популярный был блок для всяких разных знаменитостей и так далее. И он просто грешил этой уязвимостью. Заходишь на страничку какого-нибудь Артемия Лебедева, а там такой здоровенный елдак вылезает на всю страницу, потому что какой-то хакер оставил комментарий там со ссылочкой, которая угоняет. Это вообще мелочи. В 2014 году Twitter пострадал от уязвимости так называемого саморетвитящегося твита. Хакер оставляет твит на сайте, ты заходишь на твиттер, если ты видишь страничку с этим твитом, то твой браузер автоматически его и ретвитит. И пока админы твита не обнаружили эту уязвимость, он там саморетвитнулся то ли 80 тысяч раз, то ли 180 тысяч раз. В общем, крутые были времена. Это твиттер. 2014 год. Вроде не так уж давно. Давайте покажу. Допустим, мы там Вася. И мы пишем типа что-нибудь в разряде здесь очень дорого, там на сайте конкурента можно найти дешевле. Вот мы что-нибудь пишем, открываем текст с ссылкой, сразу закрываем его, потому что постоянно забываю. Там кликми. И тут пишем href равно, и начинаем вот javascript двоеточие, а потом window location равно, то там http 127.0.0.1.50.10. cookie равно плюс escape document cookie. Давайте я скопирую, потому что никогда с первого раза ничего не получается. Направляем submit. Ссылка click me. Кликаем. Oops, something went wrong. Допустим, это вообще-то гораздо более беспалевная атака для администратора, потому что админ такой заходит помодерировать, страничка нормально открывается, ничего сразу не падает. Ну и да, в задаче любого админа смотреть, типа что за ссылки постят пользователи. Он кликает на ссылку, ну и ссылка ведет как будто на какой-то нерабочий сайт. А на самом деле мы тут видим, что в общем-то кука его стырена. Если зайти в наш файлик с ворованными куками, он становится гораздо больше, как вы можете видеть. Да, да, можно что угодно опусцировать. Например, там при отправке можно заэнкодить. Можно отправить какую-нибудь фигню, где внутри будет кука спрятана. Ну в общем, ты никогда не узнаешь, что именно у тебя воруют, потому что можно что угодно с этой строкой сделать и на приемнике как угодно ее разкодировать. Более того, это можно сделать с помощью jQuery. То есть ты вроде кликаешь на ссылку, она делает то, что тебе нужно, однако под капотом выполняется асинхронный запрос с jQuery. Кука своровано, ты даже об этом не знаешь. То есть вообще что угодно. Но что здесь случилось? Здесь была ссылка, которая исполнилась как JavaScript. Давайте я покажу примерно, как такое дело фиксится с помощью теста. Сейчас я тоже сделаю git log. Ага. Мастер-класс по git. Клево, да? Нам нужен commit вот этот. Есть. Так, вот пример такого второго теста. Как он может выглядеть. Мы берем страницу конкретного продукта. Написано на фласке не суть. И ищем элемент, который называется text-area. Вот такой большой input, куда можно много текста вводить. Вкидываем туда вот такую вот ссылку. Видите, да, что основной тут вот этот вот JavaScript alert. Нажимаем enter. Находим кнопку submit. Вот эта, которая кнопочка тыкнуть. Ждем пока обновится страница. Ищем ссылку, которая называется клик. Кликаем. Ждем, что нет никакого алерта. И проверяем, что мы видим страницу not found. Давайте запустим тест. Опять таймер не вставил. Наверное. Бах. Ага, вообще ничего не видно. Надо еще тесты. Вот этот тест. Давайте эти тесты пропущу. Другие. Так, это тоже нам не нужен. Тут выставим таймер. Наверное, вот лучше где-нибудь здесь. Три секунды. Достаточно будет. Так. Там один тест сейчас запустится. Нужный. Вот видите, да, появился alert. Собственно, тест упал. Обязательно надо увидеть, что уязвимость воспроизводится, прежде чем ее чинить. Потому что непонятно, тот ли тест вы написали. Когда мы увидели, что тест действительно тестирует то, что он тестирует, можно приступать к его фиксу. А именно вот наша функция escape из прошлого раза. Мы, допустим, escape еще и javascript с двоеточием. Супер безопасно. Ни один хакер не пройдет. Опять запускаем тест. Сейчас никакого алерта. По идее, никакого алерта быть не должно. Давайте. Ставки, ставки. Все. Internal server, error. Вообще все сломалось. Но зато уязвимости нет. Да, потому что я сейчас в режиме javascript. Это самое крутое, когда ты full stack программист и пишешь на нескольких языках. Это когда ты долго пишешь на одной, переключаешься на другой и начинаешь творить всякую чушь. Типа в питоне расставлять знаки припинания javascript и так далее. Все. Тест прошел. Видите, все отлично. Мы исправили уязвимость. Конечно, как возможно, вы могли догадаться, есть еще миллионы способов выломать наш сайт. Я сейчас один вам такой покажу, самый распространенный. А когда там php-шники используют такие примитивные фильтры из времен php-4, которые там удаляют кавычки, там удаляют теги скриптов, как я вот сказал раньше, браузер – это великолепные инструменты, которые пытаются найти javascript вообще везде. И поэтому можно взять строку с javascript, перевести каждый символ в так называемые html entities, и браузер поймет их как javascript. Есть много конвертеров, да, онлайн в интернете, но нам не нужен конвертер, потому что у нас есть питон. Допустим, у нас есть строка javascript alert.xss. Видно, да, всем? Могу побольше еще сделать. Нет, слишком? Допустим, у нас есть строка вот такого вида. Мы пофиксили уязвимость, она больше не пройдет на сайте. Однако, если мы возьмем каждый символ и приставим его в виде числового значения, в питоне есть функция ord, которая возвращает числовой вид символа. Вот, видите, для каждого символа у нас цифика 106, 97, 118 и так далее. Если мы переведем все эти чиселки в строки, добавим в начале амперсанд решетка и в конце добавим точку с запятой, казалось бы, зачем. Вот получим примерно такую штуку. Если мы потом все это… Что это было? Я умею отменять. С джойним это все с помощью питончика. Мы получим вот такую строку, которая выглядит на первый взгляд как набор какого-то мусора непонятного. Однако то, что непонятно для человека, понятно для браузера, потому что браузер у нас лучший друг, и он пытается исполнить все, что мы в него пихаем, потому что так же удобнее, да, исполнять все, что мы в него пихаем. Давайте напишем вредный отзыв. Я Вася. Я вставляю ссылку. href равно набор вот этого мусора. Закрываем ссылку. Click me. Submit. Вот у нас есть ссылка. Мы нажимаем. Вот наш alert. То есть мы опять выломали сайт. А если мы просто, ну, так, наивно полагая, сделаем, ну, по старике, да, равно там javascript alert.xss. Click me. Править. Вот. Кликуем. То not found, потому что, ну, потому что мы javascript escape. Однако если его заэнкодить, на сервере он не проверяется, отправляется обратно, браузер думает, ха-ха, javascript, я тебя исполню. Существуют еще миллионы способов выломать, миллионы способов защититься. Я уже, наверное, завершаюсь. Что в завершении? У меня тут есть ссылки, которые нужно обязательно почитать, если вы, типа, интересуетесь. Наверху avasp. Это самый крутой ресурс по, наверное, по xss, который я нашел в интернете. Там есть все о том, что это за уязвимость, как от нее защититься, какие векторы атак. Вторая ссылка – это html5sec.org. Это здоровенный-здоровенный список, вообще, наверное, всех возможных векторов xss-атак. И самое крутое – там есть браузеры, которые для них уязвимы, прям с версиями и так далее. Если хотите узнать, от чего страдал шестой осел, интернет-эксплорер, посмотрите, там просто ужас. И третья ссылка – это ссылка на гитхаб мой, где я выложил код, вот весь этот в открытом доступе. То есть можно полазить, поломать самому, потренироваться. У меня еще есть два плейлиста на YouTube. Верхний плейлист, он рассказывает про xss. Большинство из того, что я рассказал, он тоже показывает. Но он не показывает тестирование. Там на PHP. Если вам PHP больше заходит, больше понятен, можете посмотреть очень подробно, очень прикольно. Ну, на английском языке, правда. И нижняя ссылка, она гораздо важнее, я считаю. Кто знает, что такое AngularJS? Кто слышал? В общем, AngularJS – это такая веб-фреймворк, библиотека, которая написана Гуглом. То есть Гугл написал библиотеку для того, чтобы на ней можно было делать лучше там фронт-энд, писать на JavaScript. И в этом плейлисте автор рассказывает, объясняет две, точнее не две, он объясняет по сути одну уязвимость и как с помощью нее выламывали долгое время AngularJS на протяжении многих-многих версий. Собственно, этот плейлист я хочу, чтобы вы посмотрели для того, чтобы вы поняли, что такие ошибки xss допускают не только там программисты-новички и я на презентации, а также суровые там серьезные компании, ну, например, Google. То есть, пожалуйста, выломано было миллион сайтов, потому что фреймворк популярный. Интересуйтесь безопасностью, да, не будьте так называемыми скрипт-киддис, которые просто копируют эксплойты там и ха, я взломал сайт. Задавайте вопросы, если какие-то есть. Ищите меня в интернете.